Всем привет! С вами Андрей Сонар. За спиной моей находится дракон. Вокруг узнаваемые места. И вы подумаете, что сейчас будет какой-нибудь развлекательный заезд в очередной раз. Но нет. Компания Time Trial постоянно расширяется. Приходят новые сотрудники. И эти самые сотрудники должны получать не только теоретические знания, но и практические. Они должны знать, что такое лодки, как ими управлять, как эти лодки функционируют, какие есть конструктивные особенности, влияющие на поведение лодки на воде. И сейчас сюда приедут наши новички из конструкторского отдела. И я им буду все это рассказывать и показывать на примере нашего дракона. А вот и представители нашего конструкторского отдела. Ну, Илья, он более-менее опытный. А вот новичков, да, надо будет учить тренировать. Ну, вот он, наш дракон в боевом оснащении. Значит, дракон, несмотря на свой экзотический вид, он представляет из себя обычную надувную лодку с плоским днищем низкого давления. Потому что у нас все, что от лодки отличается, это вот место стыковой шеи с скулами передними и, собственно, вот хвост. Все. Все правильно. Нормальный пример едет. Вот какой вот сюда, какие сюда вот баллоны непотопляемости можно сделать? Ну, у нас есть два варианта. Либо прямые, которые заканчиваются конусами. Вот тут как раз лучше всего, тут лучше всего как раз те баллоны, которые вот крепятся с кольцом. Вот. Ну, вот лодка, если смотреть сзади, вот она, вот просто. Она хорошо идет через волну, проходит, разрезает ее, но обладает меньшей вот этой вот остойчивостью. То есть, да, у нее валкость больше. Дальше есть катамаран. Это самое остойчивое. Вопрос, куда она перевернется? Вот она вот покрынилась очень сильно. Если... Прифугу же его носит наружу. Наружу, правильно. Вот. Знаешь, как только мы дадим на моторе такую мощность, которая будет больше, чем вот это вот самое сопротивление, мы эту самую волну перескочим на этой лодке. Лодка перепрыгнет эту волну. И что с ней станет дальше? Она начнет скользить по поверхности. Перед ней уже не будет волны. Ее поднимет вверх. Это называется режим глиссирования. При этом мощность, требуемая на перемещение в глиссирование, резко падает. А скорость резко возрастает. Скачком просто. Вот эта специальная лодка, она создана для того, чтобы создавать волну. Она устроена как? Она набирает в себя много воды, делая собственный вес лодки такой, что лодка даже при приложении полной мощности мотора не может выйти на глиссирование. Вот. Она вся заполнена водой. Поэтому она не может выйти на глиссирование. При этом мотор работает на полную и создает большую, вот, больше метра волну. Задача сделать волну для катальщика. Ну что, получается, совершенно естественный процесс. Набегающий поток ударяется в эту пластину и отбрасывается вниз. Что получается, когда набегающий поток отбрасывается вниз? Корма лодки выталкивается вверх, нос прижимается вниз, создается вот то самое усилие, которое заставляет лодку прижаться и идти ровненько, не вот без вот этих прыганий. Причем там достаточно пару сантиметров. Там буквально перепад даже сантиметр-полтора, там усилие очень большое. Вот это и минус 2 сантиметра от этой. Примерно, да. Примерно это 40 сантиметров. Вот мы делаем по стандарту 40 сантиметров у нас. У этого мотора где-то 43. То есть здесь на 3 сантиметра антиквитационные... Нет, мотор просто вот у Сузук 43 сантиметра. У Ямаха там 42, у Джонсонов 38. Так, вперед. А почему мы без спазжилетов? Впереди спазжилеты лежат. Надеваем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Хвостом DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok